Готовность к работе АО «ТВА Энерго» в осенне-зимний период энергетики Республики демонстрируют в ходе ежегодных учений по устранению разных технологических нарушений на энергообъектах. Так и сегодня учения прошли в южной части Тувы, где по легенде зима, порывистый ветер до 25 метров в секунду, температура наружного воздуха около 30 градусов ниже нуля, вследствие чего произошла условная технологическая авария. То есть произошло вот здесь вот нарушение, получается, технологическое нарушение линии. Вот здесь вот линия, вот она у нас, Т4, она просто здесь немножко недорисована. Вот здесь тоже произошел излом опоры. То есть, следовательно, чтобы нам запитать вот эту часть, которая сейчас у нас без напряжения как раз находится, нам нужно включить вот этот трансформатор. Вот этот. Его можно включить либо через вот этот выключатель, вот через секционник, ну и вот так он будет запитан. То есть здесь отключим, здесь включим, вот так будет питаться. И, следовательно, мы запитаем всех. Вот этот юг, космос, мы запитаем. Либо восстановить данный трансформатор. По задуманному сценарию, обесточенными остались 15 населенных пунктов, в которых проживает около 2000 человек. Незамедлительно на место учения выехали 6 аварийных бригад, 18 единиц техники, около 45 специалистов ТВА «Энерго». Это служба подстанции, диагностики, релейной защиты и автоматики, а также служба высоковольтных линий. Данное учение проводится для подготовки нашего персонала от ТВА «Энерго», чтобы в случае аварийных, настоящих таких ситуаций, у нас персонал был готов для проведения данных работ. Сегодня в рамках учения предприятие находится в режиме готовности. В Главном управлении ТВА «Энерго» был создан оперативный штаб. Ответственным службам, находящимся не только в Козырину, но и в муниципалитетах республики, были поставлены определенные задачи и сроки исполнения. Телемост был с нашими РСами. У нас 4 РСа. Центральный РС, Южный РС. В Байхаке селекциируется Восточный РС, Рыхсеп и Западный РС в Агду-Ураке находится. С ними был селектор. Соответственно, они тоже доложились и получили соответствующее распоряжение. Работы по подготовке к холодам в энергокомпании начинаются еще с весны. Работ очень много. Запланировано очистка просек, замена проводов, опор, линии электропередач и трансформаторных подстанций. Проверять готовность всех районов Тувы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 прибыла специально созданная межведомственная комиссия из числа специалистов МРСК Сибири, представители Ростехнадзора и МЧС. Основная цель – это получение гарантийного свидетельства о том, что акционерное общество ТВ «Энерго» готово к прохождению осенне-зимнего максимума 2017-2018 года. Это своего рода гарантия на то, что население республики будет при обеспеченной электрической энергии на весь последующий период до следующего периода осенне-зимнего. По нашим первичным прогнозам, в целом электросетевой комплекс акционерного общества готов к прохождению этого периода ответственного. Комиссия проверила готовность всех энергообъектов, степень выполнения ремонтных работ, укомплектованность обученным персоналом, обеспеченность спецодежды и так далее. Итогом проверки стало подписание акта, на основании которого ТВ «Энерго» был выдан паспорт готовности. В МВД ТВ стартовала оперативно-профилактическая операция «Мобильник». Полицейские рассказывают школьникам, как пользоваться телефоном, чтобы обеспечить его сохранность. Ученики активно включаются в беседу и с интересом слушают сотрудников МВД. Стражи порядка наглядно демонстрируют ребятам, как нужно хранить сотовый телефон, а именно, что мобильник нельзя носить в задних и боковых карманах брюк, которые обычно не имеют молнии или пуговицы. Также нежелательно оставлять телефон без присмотра даже на некоторое время. После профилактической беседы сотрудники МВД раздали школьникам памятки с информацией о том, как уберечь свой телефон от преступных посягателей.